Уже совсем скоро в Щелковском районе откроется реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа будет построена таким образом, что детки будут проходить лечение вместе со своими мамами. Для открытия центра осталось нанести последние штрихи. Легкое движение руки, взмах кисти и самая обычная стена рассветает яркими красками. Свой вклад в дизайн Щелковского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья решили внести художники и волонтеры. В учреждениях такого плана важным становится не только техническое оснащение, но и сама атмосфера. Ведь здесь будут проходить реабилитацию особенные детки, поэтому центр решили превратить в своеобразный сказочный мир. Это деревья в стиле лоскутной техники. Это вообще близко мне даже с творческой точки зрения, потому что это приятно, красиво, это имеет какие-то традиционные корни. И в то же время в этом есть доля абстракции, то есть каждый человек может увидеть тут какие-то собственные ассоциации. Сейчас Щелковское отделение реабилитационного центра, расположенное в Медвежках, постепенно готовится к приему маленьких пациентов. Здесь будут проходить лечения детки с различными заболеваниями, например, опорно-двигательного аппарата и дыхательных путей. В новом учреждении подход к работе с пациентами будет особенным. Получать необходимую помощь стационарно здесь могут не только дети, но и мамы. Мамы должны быть компетентны, мамы должны не чувствовать себя одинокой в этих условиях. Они должны знать, как продолжать курс реабилитации. Чем раньше ребенка приведут в наш реабилитационный центр, тем появляется у него шанс быстрее выйти из проблем. Щелковский реабилитационный центр, структурное подразделение Балашихинского носит то же имя – Росинка. Директор признается еще совсем недавно и подумать не могла, какую красоту удастся создать в некогда запущенном здании. Районные власти за счет внебюджетных источников финансирования провели здесь ремонт. И бывший учебный центр местной воинской части изменился до неузнаваемости. Сейчас в помещениях устанавливают необходимую технику – оборудование для сенсорной и соляной комнат, массажные кресла и многое другое. Вся физиотерапия, которая возможна и полезна нашим детям, она здесь будет. На проблемы дыхательных путей, желчевыводящих путей, здесь мультимодальные оборудования, здесь электро, магнита, все виды. Это было потрачено более 4 миллионов рублей. Благодаря работе художника в коридоре центра вырос настоящий лес из 15 лоскутных деревьев. Он уже обрел своих обитателей. Своеобразным символом центра стали эти белые голуби, созданные, кстати, руками пациентов Балашихинского отделения. О том, насколько важна атмосфера заботы и любви для людей с ограниченными возможностями здоровья, не понаслышке знает Елена Волохова, президент благотворительного фонда «Подари любовь миру». Общению, любви, в общем-то, не мешает никакая инвалидность. Я и сама вот 4 года назад попала в аварию вообще, откуда образовался фонд, потеряла ногу и руку. Но через полгода уже вышла на подиум международного показа мод, хотя раньше никогда моделью не была, чем таким не занималась. Нужно себя полюбить. Вот нужно себя полюбить таким, какой ты есть. И тогда тебе проще будет полюбить всех остальных людей. Для открытия центра дело осталось за малым. Оснастить его необходимой мебелью. Руководство центра рассчитывает, что уже этой весной сюда придут первые пациенты. Дарья Снегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».